И сейчас у нас следующий доклад. Его прочитает место Татьяна Артемовна Анна Владимировна. Фамилия, я забыла вашу. У меня очень редкая фамилия Васильева. Да, Васильева Анна Владимировна. Код в дископресс-расстройства, как мишени на решение милитарно-замблодистские больницы. Понимаете? Я хотела бы начать свое выступление с определения о том, что если мы посмотрим, как мы определяем, что такое психотравма, когда наша психика сталкивается с событием, которое мы не можем ни отреагировать, ни интегрировать, то вполне станет понятно, что посттравматическое стрессовое расстройство может развиваться не только в условиях военных действий, как оно раньше традиционно рассматривалось, но и тяжелое соматическое заболевание с угрозой для жизни также является пусковым фактором для развития посттравматического стрессового расстройства, потому что соблюдаются все условия патогенности травматического опыта, потому что, сталкиваясь с диагнозом злокачественного заболевания, у пациентов часто теряется способность думать, прорабатывать и как-то сглаживать ту информацию, которую он получает, и неопределенность, потому что никто не может сказать пациенту с вероятностью 100%, как будет дальше развиваться его заболевание, даже если оно на первый взгляд выглядит не настолько злокачественно, также является пусковым фактором посттравматического стрессового расстройства, потому что диагноз, угрожающий жизни заболевания, стоит под вопрос основные вещи, потому что мы все считаем, что это может случиться с кем угодно, только не с нами, что мы являемся неуязвимыми, нам всем кажется, что мы точно знаем, что будет послезавтра и на следующей неделе, то есть психологические защиты работают, наша жизнь кажется предсказуемой, и у нас у всех есть в той или иной степени иллюзия контроля, что мы можем контролировать свою жизнь. Если говорить о факторах риска развития посттравматического стрессового расстройства, я хотела бы в первую очередь обратить ваше внимание на перетравматическую диссоциацию, потому что я совершенно согласна с Валентиной Алексеевной о необходимости включения в обязательное медицинское страхование работы психолога, потому что как раз-таки перетравматическая диссоциация приводит к тому, что больной под влиянием психологических факторов амнезирует беседу с врачом и то, что ему доктор сказал необходимо сделать, делает вид, что ничего не произошло и, к сожалению, попадает уже в поле зрения врачей тогда, когда болезнь зашла слишком далеко и прогноз оказывается гораздо более неблагоприятным. Если мы посмотрим на эпидемиологию, то до 20% пациентов с онкологическими заболеваниями в той или иной степени страдают от посттравматического стрессового расстройства. И здесь, так сказать, можно было бы с одной стороны сказать, что раз у нас есть вероятность ремиссии 50%, то есть оно и есть, и можно не лечить. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что до 30% больных имеют хроническое течение. У нас в международной классификации психических расстройств есть разные возможности для того, чтобы закодировать психические нарушения, которые возникают у онкологических пациентов. Спусковыми факторами могут быть как информирование о диагнозе, так и отсутствие, может быть, эффекта от лечения или неблагоприятные побочные эффекты, а также прогрессирование или рецидив заболевания. Я быстро напомню вам в связи с дефицитом времени те симптомы, которые являются ключевыми. Манифестация заболевания возникает либо в течение первых недель, либо отсрочена в течение 6 месяцев после воздействия психотравмирующего фактора. И основные группы симптомов для планирования психотерапии – это, с одной стороны, интрузия, это навязчивые воспоминания о травматическом событии, которые могут также приходить в форме кошмарных сновидений. Это, наоборот, ограничения, это чувство эмоциональной немоты, это социальная изоляция, это стремление всеми возможными способами избежать конфронтации с травматическими стимулами. И это гипервозбудимость, которая проявляется повышенной бдительностью, тревожностью, нарушениями сна, а также вегатосоматическими проявлениями тревоги. И здесь, опять-таки, с одной стороны, мы имеем дело с психическим расстройством, но у этого психического расстройства есть определенная нейробиологическая основа, которая в значительной степени может ухудшать состояние этих пациентов. И как раз-таки она связана с повышением уровня гормонов стресса и с гиперактивацией миндалины. И здесь, так сказать, исследования посттравматического стрессового расстройства в кардиологии говорят о том, что посттравматическое стрессовое расстройство за счет повышения уровня кортизола, за счет активации симпатической нервной системы, может быть причиной кардиальной смерти. И посттравматическое стрессовое расстройство может провоцировать повторные события сердечно-сосудистых заболеваний, то есть в значительной степени ухудшать соматическое состояние онкологических больных. Психотравмирующими факторами являются, помимо угрозы смерти, это и телесные повреждения, это утрата самостоятельности, это угроза потери своего социального статуса, безусловно, страх стигматизации. Здесь встает вопрос, как сообщать такой неблагоприятный диагноз. Раньше считалось, что ложь во спасение и минимизация информации – это самое лучшее, что мы можем сделать для наших пациентов. Исследования показали, что чем меньше информации получает пациент, тем лучше он фантазирует сам, напугать лучше всего можем мы себя сами, соответственно, уровень тревоги, наоборот, повышается. Для профилактики, помимо оказания эмоциональной поддержки, очень важно выдерживать темп пациента и информировать его постепенно. Здесь образ врача, вера в его компетентность, поскольку создает иллюзию контроля, имеет решающее значение. Как не надо себя вести? Не надо себя вести, с одной стороны, слишком профессионально, холодно и отстраненно, с другой стороны, другой полюс тоже оказывает неблагоприятное воздействие на наших пациентов. Здесь стандартные, если у нас все-таки есть посттравматическое стрессовое расстройство, то мы проводим травмотерапию по стандарту с фазами стабилизации, с применением специфических техник для переработки травматического опыта и для интеграции и поиска новых ориентиров. Наши психотерапевтические интервенции должны быть направлены прежде всего на редукцию страха и уменьшение переживаний изолированности и беспомощности. У пациентов часто возникает порочный круг, когда имеется повышенная бдительность к своим соматическим ощущениям и дальше соматические ощущения любой природы интерпретируются как ухудшение своего онкологического состояния, что вызывает еще большую тревогу. И здесь, конечно, работает представление о том, что чем больше я буду беспокоиться, тем лучше у меня будет прогноз в качестве таких предрассудков. У других пациентов наоборот считается, что тревога меня убивает, поэтому надо взять себя в руки на 100% и никак переживать. И, безусловно, возникает негативная селекция и сбор всей возможной информации о том, что, так сказать, все онкологические заболевания приводят в обязательном порядке к летальному исходу. Могут использоваться дополнительно различные групповые методы, о чем уже говорилось. И в качестве заключения я хотела бы сказать, что психотерапия должна дать возможность пациенту интегрировать свои травматические переживания, дать возможность для аффективной разрядки и для архивации своего патогенного опыта. Большое спасибо за внимание.